Добрый вечер в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях. Расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Растерзанные. Как разворачиваются события вокруг убийства полицейскими Александра Цукермана в Кривом озере? Кулачное право. За что пьяный полицейский прокатил на капоте и избил активистов Черноморских? Шаг до цели. Посол ЕС в Украине рассказал, что и главное, кто стоит на пути украинцев в Европу. Есть ли выход из Брекзита? Спровоцируют ли британские лейбористы обратный референдум? Трагедия в Кривом озере Николаевской области возмутила местных жителей и вызвала переполох в рядах высшего руководства правоохранительных органов. И не напрасно. Скандал уже назвали Врадиевкой-2. Я напомню, в ночь на среду полицейские из райотдела до смерти забили местного жителя при задержании. Александр Цукерман пришел домой на веселе и поссорился с супругой. Та вызвала наряд. Приехали шестеро полицейских. Первым делом скрутили, надели наручники и начали задерживать. А точнее, зверски избивать ногами, дубинками, пока мужчина не стал захлебываться собственной кровью. Затем застрелили. Сейчас вы видите эти шокирующие кадры. Итог задержания особо опасного преступника. Цукерман лежит вниз лицом в луже. Обратите внимание, руки заломлены за спину и на них наручники. Непонятно, какие действия нарушителя могли спровоцировать оперативников на подобные зверства. Начальник местной полиции еще вчера вину своих подчиненных не признавал и уверял, что они просто оборонялись. Якобы Цукерман был агрессивен и бросался на них с лопатой. Следующая оперативная группа, минуты 40-50, выкликала из-под двери этого гражданина. Он не выходит. Потом сама женщина его позвала. Этот человек вышел. Начал нападать на работников полиции с лопатой. И бег за ними. Вот только как Цукерман мог размахивать лопатой в наручниках, неясно. После такой жестокой расправы стражей порядка жители Кривого озера взбунтовались. Они взяли в осаду местный райотдел и требовали наказать виновных. Но вчера никто из руководства МВД, ни областного, ни центрального, на происходящее не отреагировал. Подробности целый день обращались за комментариями. Но в профильных ведомствах молчали. Тем временем жители Кривого озера продолжали протестовать. И реакция наконец последовала. Итак, Врадиевка 2. Хронология последних суток. В подробностях наших корреспондентов. Это территория райотдела полиции в Кривом озере. Около полуночи местные жители пошли на штурм. Сначала машиной пытались снести ворота. Затем принесли шины и подожгли. Пожарных, приехавших гасить огонь, люди заблокировали. Несколько часов противостояния. На подмогу местным полицейским прибыли спецназначенцы из Николаева и заместитель главы нацполиции из Киева. Стоп! 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 Допонялись! Стоп! Прошу всех сюда, до коллектива, я ответил на все ваши вопросы. Я вас тоже прошу, берегу то двори! Зам главы нацполиции несколько часов общался с собравшимися. Крики, ссоры, упреки, обвинения. В результате все же уговорил селян разойтись. Правоохранители устроили прием, выслушивали жалобы людей на работу местных полицейских. Сегодня же в селе начала работу специальная ведомственная комиссия. Основной методой работы этой группы есть объективность выяснения, обставники мало места быть напередине, для того, чтобы дать правовую оценку действиям работников полиции. Уже днем были готовы результаты судмедэкспертизы тела убитого Александра Цукермана. В сеть попала копия выводов специалистов. Причина смерти – острая кровопотеря и внутреннее кровотечение в связи с травматическим ранением сердца. В теле погибшего эксперты нашли четыре металлические пули. Родные погибшего присутствовали при вскрытии в Николаеве. С левой стороны, перед плечей третьего ребра. Говорят, тут пробыта насквозь сердце, гематома пешала пуля через сердце и достала легкую. Родные решили отдать тело Александра еще на одну независимую судмедэкспертизу. Выбрали УМА, тело уже там. Исследование завтра. Тем временем троих задержанных накануне полицейских отпустили. Еще для троих прокуратура требует ареста. Без права внесения залога. Працарники полиции привыкли в свой службовый полноважение. Трое из працарников полиции, которые принимали участь, скажем так, в этом инциденте, они затриманы в порядке сети 208. Сегодня им будет оголошено про подозру. Днем в Кривое озеро приезжала глава нацполиции. Хатия Деканаидзе объявила о расформировании местного отделения полиции. Поста лишился и начальник райотдела. Автор версии о нападении закованного в наручники Цукермана на его подчиненных. Будет абсолютно новый начальник, новые замы, новая команда. А все те, которые работали здесь до сих пор, они больше не будут работать с национальной полицией в Украине. А вот попытки местных жителей разгромить отделение полиции Деканаидзе не понравились. Поэтому для обеспечения порядка в поселок Кривое озеро направили полицейских из Николаева, Херсона и Одессы. Елена Митясова, Кирилл Ющишин, Игорь Попо. Подробности телеканал Интер, Николаевская область. Глава МВД в Кривое озеро не приехал. Прокомментировал ситуацию по традиции на своей странице в фейсбуке ближе к обеду. Он написал, что делом займутся все правоохранительные структуры, исследователи Генеральной прокуратуры и сотрудники внутренней безопасности и национальная полиция. Пообещал, что все замешанные в этом убийстве пойдут под суд и заверил, что обстоятельства смерти Александра Цукермена установят быстро и не превзяты. Почему же реакция правоохранителей на события в Кривом озере была столь запоздалой? Отдуваться и даже извиняться пришлось хотя Деканаидзе. Если есть вопросы к нам, пожалуйста, обращайтесь. Вот этим людям я в лицо говорю, что я ответственна. Да, это моя ответственность. Но самое главное, что мы никого не будем покрывать. Укрывать никого абсолютно. Это самое главное. И если информация запоздала, то уже извините. Ход служебного расследования в отношении полицейских. Глава нацполиции комментировать отказалась. Она рассказала, что дело ведет прокуратура и это ее прерогатива. А вот глава ГПУ сегодня на своей странице в фейсбук акцентировал. Акцентировал. Экспертиза установила, стреляли полицейские уже по закованному в наручнике у человека. Так кто же они, эти трое задержанных? Их имена и звания уже известны. Это старший рейтенант полиции Николай Хоменко и сержанты Александр Причипайда и Денис Лихватский. И последний уже сознался в убийстве Александра Цукермана. Ему 28 лет. Сейчас вы видите его профиль в соцсети Facebook. Судя по фото, у молодого человека все в порядке. Он позирует на мотоцикле с дипломами, на различных учениях и тусовках с коллегами, а также с женой и трехлетней дочерью. Троим задержанным в эти минуты суд в Николаеве избирает меру пресечения. Напомню, прокуратура просит арестовать их на два месяца без права внесения залога. Есть ли уже какие-то решения, почему еще троих полицейских, которые тоже были на задержании Александра Цукермана, после допросов отпустили? Мы узнаем у моего коллеги Кирилла Ющишина. Он с нами на прямой связи и следит за ходом заседания. Кирилл, я передаю тебе слово. Расскажи обо всем, что тебе известно. Добрый вечер, Наталья. Почему только троим из шести изначально задержанных полицейских объявлено подозрение? Это главный вопрос, который сегодня задают жители Кривого озера. Ответ дали в прокуратуре буквально час назад по итогу первоначальных следственных действий. Выяснилось, что к избиению Александра Цукермана и его смерти причастны лишь трое силовиков. Остальные это Василий Трубаченко, Владимир Лемаха и Роман Богач проходят пока как свидетель. Расскажи о том, что трех других представителей полиции на данный момент триваются следственные действия. И за результатом правительства следственных действий, их дея будет омисково надана законная и мутовная оценка. Все выяснили, которые выяснили, которые выяснили, на данный момент попрошены, которые выяснили, подвесили жесткую и подвесили законную данную реализацию. В прокуратуре также назвали предварительные причины смерти жителя Кривого озера. Это кровоизлияние вследствие применения травматического оружия. Сегодня суд уже избрал меру пресечения двум из подозреваемых. В эти минуты слушается дел третьего полицейского. В ходе судебного заседания один из подозреваемых, сержант Александр Причипойда, признался в том, что его напарник стрелял в Александра Цукермана из травматического пистолета. Он по кому-то замахнулся, просто не попал. Тут работники в полиции. Я побачил, что полицейский водитель, для класса единица, подвесил до машины, взбрив зверху автомобиля и достал зомби-служившись на пистолеты. И в этот час он выстрел 24 часа. Александра Причипойда и старшего лейтенанта полиции Николая Хоменко суд отправил под арест до 25 сентября. В эти минуты идет заседание по избранию меры пресечения для третьего главного подозреваемого Дениса Ляхвицкого, который и применил травматическое оружие против Александра Цукермана. Его прокуратура просит арестовать на 60 дней. И вот что сегодня выяснилось. Из шестерых полицейских, которые приезжали на вызов в дом Александра Цукермана, четверо прошли переаттестацию и были рекомендованы для дальнейшей работы в органах внутренних дел. Пятый проверку на профпредатность провалил и был уволен, но восстановился через суд. И шестой, который как раз и является главным подозреваемым, переаттестацию вообще не проходил. По информации николаевских СМИ, сержант полиции Ляхвицкий числится как водитель. И эта категория под аттестацию не подпадает. Студия. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин с подробностями суда над полицейскими в Николаеве. Под свой контроль ситуацию в Кривом озере возьмет парламент. Замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Поломарчук будет инициировать рассмотрение этого вопроса, как только рады заработают. С каникул нардепы вернутся, я напомню, 5 сентября. Пока же сам Поломарчук выехал на место происшествия. Он говорит, что главная задача сейчас разобраться в причинах этой трагедии. Мы должны четко объяснить для себя, для парламента. Очень важно. Если действительно это не та реформа, которая нужна, или это совсем не в реформе. Как на мой взгляд, то справа совсем не в реформе, потому что какую-то реформу не сделали, и людские факторы выяснили. Первое, это как работали с особенным складом работники областного аппарата, полиции. Чуть позже мы вернемся к трагедии в Кривом озере. Оттуда будут новости. Дождитесь еще одного прямого включения моего коллеги Кирилла Ющешина. И еще об одном инциденте с участием полицейских сообщают жители Черноморска. Это бывший Ильичевск. На этот раз патрульный был пьян. Что там произошло? Как скандал комментируют в МВД? Обо всем подробнее Андрей Анастасов. Все произошло вчера вечером. Патрулируя улицы Черноморска, один из местных общественников увидел на дороге Мазду, которой управлял явно нетрезвый водитель. С ним был пассажир, как позже выяснилось, сотрудник Киевского райотдела полиции Одессы Сергей Цуркан. Иномарка едва не спровоцировала ДТП, поэтому активист вместе с еще одним местным жителем решили остановить нарушителей. К этому моменту, говорят, полицейский сам пересел за руль машины. Хотя, как и его приятель, тоже был изрядно пьян. Они, получается, встали перед машиной, пытались их остановить, чтобы задержать их до приезда полиции. Он надавил на газ и начал ехать, причем с ребятами уже на капоте. Полицейский протащил парней на капоте около 400 метров, рассказывает активист. Затем позвал дружков, которые разбили общественнику телефоны, на которые тот снимал происходящее. В полиции сегодня признают, что их сотрудник стал участником конфликта, но утверждают, за руль машины он не садился и был трезвым, о чем свидетельствуют результаты экспертизы. Кроме того, заявляют, активистов на капоте никто не возил. Один из общественников попытался эту машину остановить. И он, получается, к бамперу подошел, его просто зацепило немножко, и буквально там он как бы упал, и на этом все. Как было все на самом деле, теперь будет выяснять прокуратура. Материалы дела переданы туда. По факту происшествия открыто уголовное производство, по статье хулиганство. А вот Сергей Цуркан, тот самый полицейский, будет все же уволен. Такое решение приняли в МВД, за то, что в конфликтной ситуации повел себя неподобающим образом. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности телеканал Интер, Одесская область. А главой МВД занялось НАБУ. Детективы расследуют причастность Арсена Авакова к незаконной покупке леса во времена его губернаторства в Харьковской области. Речь идет о незаконной продаже 18 гектаров земли детского лагеря без каких-либо решений райгосадминистрации. Соломинский райсуд Киева уже дал детективам доступ к документам, которые хранятся в Дергачевской райгосадминистрации Харьковской области. О незаконной покупке земли написал портал Наши Грощи. Как утверждается в публикации, землю оздоровительного лагеря Лесная тропа в 2005 году незаконно продали акционерному обществу инвестор большинство акций, которые принадлежат жене и сыну Арсена Авакова. Криминальное проведение было распространено за материалами, наданными громадскими активистами. И НАБУ начало расследовать данное криминальное проведение лишь в липне этого года, когда получили эти факты. Мы имеем факты, которые в ходе досудового расследования будут проверяться детективами бюро. И, соответственно, до наявности достатной количества доказовой базы уже будут приняты определенные решения. И новый поворот в газовом деле Онищенко. Пять фигурантов признали себя виновными и согласились сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. Среди них директор Львовской универсальной биржи, руководитель товарной биржи «Центр» и брокер одной из бирж, которые организовывали аукционы на бумаге в пользу фирм подконтрольных нардепу Онищенко. Также сотрудничает со следствием согласный куратор и человек, создававший липовые предприятия для вывода денег от перепродажи газа. Об этом говорится в сообщении НАБУ. А вот как прокомментировал эту новость адвокат Александр Онищенко. Я не понимаю, почему этому придается такая огласка, если никакого отношения это к самому Онищенко. Преступление, совершенное этими людьми, не имя. Людей сначала посадили в тюрьму, а потом получили такое признание в обмен на свободу. Преступление, в котором эти люди признались, это подделка документов, злоупотребление служебным положением своим, то есть теми своими полномочиями, которыми они обладали. Кто во Львове, кто в каких-то других городах. Какое это отношение имеет к самому Онищенко, непонятно. Взрыв в Белой Церкви. Сегодня ночью неизвестный бросил гранату в здание райгосадминистрации. Полиция происшествия называет хулиганством, но версию теракта не исключает. О последствиях этого инцидента расскажет Ярослав Кречко. Разбитое окно и куски битого стекла на асфальте. Снаружи похоже на то, что в здание Белоцерковской райгосадминистрации бросили обычный камень. Но по изрешеченным стенам внутри понятно, сработало взрывное устройство. Гранату забросили в окно первого этажа. Она пролетела где-то 20 метров и взорвалась в коридоре местного отдела образования. Все произошло в 4 часа ночи. В доме был один охранец, он не постраждал. Жертв нет, нанесены невеликые материальные взбитки. Это в виде разбитого скла. Охранник сразу же вызвал полицию. Оперативники забрали осколки взрывного устройства на экспертизу. Но даже до ее результата уже сделали первые выводы. Злоумышленника пока не нашли. Видеокамеры на здании не установлены. Поэтому полиция помощи просит у возможных случайных свидетелей инцидента. Областные чиновники после взрыва задумали установить видеонаблюдение во всех местных администрациях. По факту взрыва в Белой Церкви открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Но параллельно, говорят в полиции, разрабатывают и версию теракт, поскольку взрыв произошел в ночь после Дня Независимости. Ярослав Кречко, Владимир Самченко. Подробности Телеканал Интер. Саммит Украина-ЕС, который должен был состояться 19 мая, предварительно запланирован на октябрь-ноябрь. Об этом сегодня у себя в Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвик. Ранее в Брюсселе намекали о том, что договоренность о саммите будет достигнута только после урегулирования вопроса о безвизовом режиме. Но официальные даты пока не называли. Мы обратились в МИД, чтобы там подтвердили либо опровергли эту информацию, но комментарий мы пока не получили. Последнее условие для отмены визы это запуск полноценного электронного декларирования. Об этом заявил посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский. Он не видит возможности для ЕС повлиять на этот процесс. По его словам, небольшая группа людей держит в заложниках всю страну, блокируя введение безвизового режима. Посол Евросоюза, который завершает свою миссию в Украине, также отметил, что он опечален тем, что Киев до сих пор не получил безвизовый режим. Усовершенствование визового режима, а не отмена виз. Посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что пока Оттава не готова принимать украинцев без виз. Речь идет только об упрощении визовых отношений между странами. Кроме этого, посол напомнил, что Канада уже начала выдавать украинцам многократные визы на 10 лет. Я напомню, в начале июня правительству страны адресовали петицию об отмене визового режима с Украиной. Новый референдум по выходу из ЕС Великобритании все еще не исключают возможности отказаться от решения, принятого два месяца назад. В то же время эта тема становится козырной картой американского кандидата в президенты Дональда Трампа. О новых приключениях Брекзита Светлана Чернецкая из британской столицы. Новое лицо британской политики. Овен Смит всего 6 лет назад стал депутатом, а уже метит в премьерское кресло. Бывший журналист BBC является единственным соперником лидера лейбористской партии Джереми Корбина. Выборы нового главы оппозиции в самом разгаре. Все зарегистрированные лейбористы голосуют по почте и в интернете, а результат станет известен через месяц. И если действующего лидера Корбина обвиняют в том, что он недостаточно выложился во время агитации за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС, то Смит уверяет, сделает все возможное, чтобы Брекзит не состоялся. Он предлагает еще один референдум. В конце концов, когда правительство Терезы Мэй выторгует нам новую сделку с Европой на этой стадии, я считаю, нужно опять спросить страну, не поменялось ли мнение насчет Брекзита, потому что я твердо уверен, новое соглашение с ЕС будет однозначно хуже для нас. Совершенно неожиданно призраки Брекзита оказались в центре предвыборной кампании в США. Главный британский евроскептик Найджел Фарадж выступил с речью на мероприятии Дональда Трампа. Сам Фарадж после Брекзита исчез с политической арены Соединенного Королевства, тогда как многие считали, что он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Мой совет таков, если хотите изменить эту страну, надевайте удобную обувь, идите агитируйте и помните, все возможно. Вы можете победить, несмотря на все опросы, можете победить Вашингтон. В Лондоне появление Фараджа в США восприняли со смехом, мол, ему даже не удалось удержать свое место в парламенте, не смог выиграть выборы в родном районе, а тут собрался Трампа делать президентом Америки. Но во время подготовки к референдуму Фараджа тоже сильно недооценивали, а он оказался среди победителей и своим примером продемонстрировал на прогнозы и опросы. Особо надеяться не стоит. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков, в подробности британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Продолжая трясти в полуразрушенных городах, спасатели пытаются справиться с последствиями землетрясения. Золотая канцелярия. Сколько бюджетных денег депутаты Бундестага спустили на письменные принадлежности? Бывшие мэры, нынешний депутат Херсонского гурсовета, Владимир Сальдо задержан в Доминиканской республике. Там он находился уже около двух месяцев. Об этом со ссылкой на посольство Кубы сообщают средства массовой информации. Его задержали якобы за похищение человека. До избрания в Раду в 2012 году Сальдо трижды был мэром Херсона и в целом около 10 лет управлял этим городом. В Крапивницком суд оставил под стражей 20-летнего мажора, который устроил смертельную аварию. ДТП произошло в конце июня. Ситроэн на скорости вылетел со второстепенной дороги на главную и врезался в Москвич. В результате мужчина умер в больнице, еще пять человек получили травмы, среди них трое детей. За рулем Ситроэна был сын начальника, бывшего начальника Кировоградской налоговой инспекции Александр Постриганенко. С места происшествия он попытался скрыться, но его поймали свидетели и едва не устроили самосуд. Адвокат подозреваемого просил заменить содержание подстражей на домашний арест, но суд отклонил ходатайство и продлил арест до конца сентября. На данный час материалы проведения местят висновок судово-медичной экспертизы, в которой в крови подозревано выявлено 1,4 промилы алкоголя. Довольные решениями будем дальше следить за всем этим. Были опасения, потому что дело как-то идет немножко медленно и хотелось наделось побыстрее все это закончить, но суд подтвердил наше ходатайство, подтвердил, поэтому в принципе пока довольны. В Одессе оставили под стражей обвиняемых по делу 2 мая. Напомню, речь идет пока только о первом эпизоде, когда в центре города погибли 6 человек. Обвинения предъявлены 20 антимайдановцам, пятеро находятся под стражей. Сегодня суд решал продлевать их аресты или же изменить меру пресечения на более мягкую. В итоге обвиняемые останутся под стражей еще 2 месяца. В прокуратуре говорят, что есть риск, что они могут скрыться либо повлиять на свидетелей по этому делу. Что же касается второго эпизода трагических событий 2 мая, пожара в Доме профсоюзов, в результате которого погибли еще 42 человека, то расследование даже не вышло на финишную прямую. В Маринке боевики продолжают обстреливать позиции наших военных. На этот раз противник вел огонь по армейцам с утра и днем после относительного затишья ночью. Все подробности узнаем от нашего военкора Венямина Трубачева. Утро в Маринке начинается с гимна Украины. Это рок-версия. Военные включают звук на полную мощность. Говорят, делают так специально, чтобы боевики слышали и знали, чья это земля. Бойцы на постах внимательно осматривают территорию вокруг. Противник на расстоянии прямого выстрела и может открыть огонь в любую секунду. Часто подходят и диверсионные группы. Самое меньшее, это где их позиция находится, примерно 350 метров. Ну, бывает, что и ближе подходит. Долго ждать не приходится. Прямо во время интервью противник открывает огонь из пулеметов и автоматов. Хорошо слышен свист пуль. Они попадают в соседнее здание. На войне. Ты до чего стреляешь? По КМ, наверное. По нам стреляют? Получается, да. Часто вообще вот такие вот, такая вот стрельба какая-то? Каждый день, каждую ночь. Периодически боевики стреляют из гранатометов. Осколки разлетаются вокруг. Бойцы говорят, что утром часто работает и снайпер боевиков. Он приходит ночью в серую зону и оттуда уже на рассвете начинает стрелять. В этом районе Маренки не осталось ни одного целого здания. Одни руины. Боевики продолжают вести огонь. Отсюда до их позиций не больше километра. И многие улицы простреливаются, поэтому ходить нужно очень аккуратно. На такие обстрелы военные особо внимания не обращают. Открывают огонь только когда четко видят противника и могут прицельно выстрелить. Мы слышали только что пули свистят, такие контактные бои иногда приходят... Вот это что было? Ну, это вообще как бы по нам работают соседи наши. В основном как бы работают 120-м минами по нам. Ну, мы уже как-то привыкли к этому. Сегодня ночью враг тяжелое вооружение не применял, а вот накануне плотно обстрелял военных из артиллерии и минометов. Один из снарядов взорвался недалеко от этого бойца. Когда тихо бойцы меняют оружие на музыкальные инструменты, говорят, музыка помогает снять стресс. Вениамин Трубачев, Игорь Сулий и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер Маренко Донецкая область. Военная техника, которую президент Порошенко передал 23 августа украинским военным в Чугуеве уже переместилась на линию фронта. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбук. Он также сообщил о том, что боевые машины, которые участвовали в параде на День независимости, отправлены в места постоянной дислокации. Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак. О эскалации конфликта на Донбассе президент Порошенко сегодня обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону. Глава государства призвал не забывать о российской агрессии против Украины и держать этот вопрос в повестке дня Североатлантического альянса. Также стороны обсудили реализацию пакета помощи НАТО для Украины, который утвердили на саммите альянса в Варшаве. Президент надеется, что этот пакет поможет модернизировать украинскую армию в соответствии со стандартами НАТО. Российская агрессия это проблема для всего мира, а не только для украинцев. Об этом президент Порошенко сказал в интервью американскому телеканалу CNN. Он напомнил, что Украина в обмен на гарантии безопасности, которые дали США, Великобритания, Франция и другие страны. Хочу напомнить, что в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому мы добровольно отказались от третьего крупнейшего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны стран ПИ-5, включительно США, Великобритания и Франции. Это проблема не только Украины, это проблема всего мира, и Америка, как мировой лидер, должна бороться с нами бок о бок, в эти дни за мировую стабильность и безопасность. Землетрясение в Италии унесло уже 250 жизней, это не окончательные данные. Спасатели продолжают разбирать завалы. Сейсмологи же предупреждают о возможных новых подземных толчках. Украинский президент предложил Италии помощь в ликвидации последствий этого землетрясения. Он поручил МИДу провести консультации с итальянскими партнерами о возможной отправке в пострадавшие регионы украинских спасателей и врачей. О том, что сейчас происходит в стране, узнаем от Софии Гордиенко. С высоты птичьего полета виден масштаб трагедии. Пескара Дель Тронто лежит в руинах. Спасатели ищут и живых, и мертвых. Но спустя 30 часов после шестибального землетрясения шансов на чудо все меньше. Каждый раз, когда оно случается, радуются все. Как в Аматриче, когда из-под завалов удалось достать десятилетнюю Джулию. Четырехлапым достается аплодисментов меньше, но и им тоже рады. Печальная статистика меняется каждый час. Уже опознаны некоторые жертвы. Август, сезон отпусков. Сюда, в Умбрию, приезжали навестить пожилых родителей, дети и внуки. Погибли целые семьи. Самому младшему два месяца. Власти хранят молчание, не говорят ни об убытках, ни о трауре. Рано еще. Премьера Ренце вчера здесь не ждали. В спортзале Аматриче, где организовали штаб службы спасения, он приехал после обеда. Долго общался с медиками, пожарными, к журналистам подойти отказался. Не хочу говорить, не время сейчас на разговоры. Поиски усложняются новыми толчками в уже разрушенных городах. Аматриче сегодня снова трясло. Вот видеооператоры снимали спасательные работы, а в кадр попали клубы пыли от рушащихся зданий. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. МИД рекомендует украинцам без крайней необходимости воздержаться от поездок в пострадавшие от землетрясения региона Италии. сообщает о том, что для вопросов и консультаций в посольстве Украины в Италии работает телефон горячей линии. А в Киеве с самого утра к итальянскому посольству несут цветы, свечи и игрушки. У многих в Италии живут друзья и родственники, поэтому трагедия эта коснулась и украинцев. Большинство же киевлян пришли выразить свои соболезнования родственникам погибших в результате землетрясения. Поддержать итальянцев пришли сегодня и нардепы от оппозиции пообщались с временно поверенным в делах посольства Желем Мелькиори и возложили цветы в память о жертвах трагедии. Это страшная трагедия и мы скорбим вместе с итальянским народом. Мы принимаем близко к сердцу, поскольку у нас трагедии, когда гибнут люди под завалами в Донбассе из-за военного конфликта, здесь из-за жестокости стихии, но в целом, когда гибнут люди, это всегда страшно и мы искренне скорбим по погибшим. Там у нас есть друзья, с которыми мы общаемся, непосредственно в этом городе, вообще итальянцы, у нас очень много родственников и не дай бог где-то в других странах такое может произойти. Любая человеческая жизнь это все-таки горе для любых людей. Крупный арсенал оружия изъяли сотрудники СБУ на блокпосте села Андроновка в Днепропетровской области. Для обычной проверки остановили внедорожник. Его пассажиры вели себя довольно самоуверенно, заявили, что досматривать салон никто не имеет права, утверждали, что являются бойцами добровольческого батальона, но эта информация не подтвердилась, зато в машине во время обыска обнаружили гранатомет, пороховые заряды к нему, сигнальные ракеты, противопехотную мину и более трех тысяч патронов. Лжедобровольцев уже задержали, им грозит до пяти лет лишения свободы. Легкомоторный самолет разбился в департаменте Верхнее Савое на западе Франции. Инцидент произошел неподалеку от жилых домов города Сен-Реми-де-Марьен. Два человека, находившихся на борту, погибли. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Имя владельца самолета пока также неизвестно. Спецоперация в Финляндии. Там всей страной искали хозяина плюшевого медвежонка. Чем закончились поиски? Об этом мы не только в нашем обзоре. Ближайшую к Земле планету, пригодную для жизни, нашли европейские астрономы. Проксима-Би находится в системе Альфа-Центавра на расстоянии четырех световых лет от Солнца. Планета уж очень похожа на нашу по размеру и находится на идеальном расстоянии. Недалеко, но и не близко от своего светила. Год на Проксима-Би длится всего 11 земных дней. По подсчетам ученых, люди доберутся до планеты-двойника Земли к 2050 году. В Новой Зеландии спасатели нашли туристку из Чехии, которая пропала в горах месяц назад. Девушка пошла по ходу с другом, не сообщив властям. Парень погиб, а она нашла лесную сторожку, в которой были дрова и запасы еды. Из-за снегопада туристка оставалась в хижине, пока ее не нашли. Целый месяц. Это была самая продолжительная спасательная операция в Новой Зеландии. А вот финская полиция нашла хозяина плюшевого медведя, утерянного два дня назад. Им оказался двухлетний Тайми из Хельсинки. Полицейские обнаружили игрушку на остановке транспорта. Медвежонка сфотографировали и подали объявление в розыск. Сообщение с сайта правоохранителей перепостили более шести тысяч раз. Благодаря пользователям соцсетей плюшевого медведя вернули малышу. Игрушку искали всей страной. Подключили даже журналистов ведущих изданий. На пары с секс-игрушками. Студенты Техасского университета в первый день учебного года пришли на занятия с широким ассортиментом интимных товаров. Так молодежь отреагировала на новые разрешения властей носить на территории университета в штате Техас огнестрельное оружие. При этом проносить секс-игрушки в студгородок запрещено, хотя жизни они не угрожают. Организаторы акции протеста хотели показать абсурдность законов штата. Сингапур первым в мире запустил бесплатную службу такси без водителей. С помощью приложения в смартфоне каждый желающий может вызвать машину, которая ездит автономно и управляет ею американский стартап. Сервис тестировали с апреля испытания прошли успешно. Сейчас на линии работают пока шесть машин. Все они передвигаются по территории района, где расположены госкомпании и научные институты Сингапура. Новый трюк с реактивным рюкзаком показал пилот Эрик Скотт в штате Колорадо. Меньше чем на полминуты испытатель погрузился с рюкзаком под воду, эффектно вынырнул из озера и пролетел еще 150 метров до берега. Приземление тоже оказалось удачным. Скотт считает, новые маневры, которые можно выполнять с рюкзаком, раскрывают почти безграничные возможности реактивного ранца. 70 тысяч евро за ручки. Немецкие журналисты опубликовали имена политиков, которые покупали эксклюзивную канцелярию за казенный счет. Кто отличился в этой истории, расскажет Татьяна Лагунова. Ручки как инструмент коррупции, если сами констовары с золотым пером окуплены при этом за деньги налогоплательщиков. Депутатов немецкого парламента как бывших, так и нынешних подозревают в нецелевой растрате бюджетных средств. Эта история началась еще 7 лет назад. Страна готовилась к новым парламентским выборам и таблоид Бильт раскопал. Депутаты уходящего созыва на прощание заказали себе письменные принадлежности. Производство одной очень известной и очень дорогой марки. Закупили 400 перьевых и шариковых ручек на сумму почти 70 тысяч евро. Разумеется, за счет Бундестага. Еще тогда журналисты направили запрос в парламент с просьбой назвать имена любителей эксклюзивных констоваров. Но получили отказ со ссылкой на закон о защите частной жизни депутатов. Список всплыл только сейчас, спустя годы, и оказалось, что среди его фигурантов многие известные политики. Например, бывший руководитель ведомства канцлера Рональд Пафала, экс-министр внутренних дел Отто Шилли и нынешний глава Бундестага Норберт Ламмерт. Последний якобы лично заботился о том, чтобы замять скандал, но не получилось. Прошли годы, а скандал снова на слуху. Глава парламента уже пообещал, сразу после летних каникул его рассмотрит Совет старейшин Бундестага. Будут ли сделаны оргвыводы, пока непонятно. В любом случае, несколько лет назад парламент принял закон, который запрещает депутатам покупать предметы роскоши за счет бюджета. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И возвращаемся к теме кровавого убийства в Кривом озере. После этого ЧП в Николаевской области произошли кадровые ротации. Сейчас с нами на связи мой коллега Кирилл Ющишин. Кирилл, здравствуй, еще раз расскажи о том, кого сменили и на кого. Наталья, напомню, в Кривом озере Хатяя-Деканаидзе уволила всех сотрудников райотдела. Им на замену прибыли патрули из Николаева, Херсона и Одессы. Уже вечером глава нас полиции приехала в Николая, где прошло совещание за закрытыми дверями с чиновниками и представителями силовых структур. И опять отставки. Отставлен весь руководящий состав областной полиции. Новым главой, а точнее исполняющим обязанности теперь будет Юрий Мороз. И вот какие задачи поставлены перед ним. В первую очередь формировать нормальную команду. Вторая, это промониторить ситуацию в каждое управление райоуправления. Лично беседовать с людьми. Лично проверить боевую подготовку. Лично проверить, что происходит в каждой дежурке, в каждое райотделение. Юрий Мороз ранее служил в Киеве на разных должностях, работал в ГУБОПе, департаменте по борьбе с торговлей людьми, руководил главком столицы. Пока пообщаться с новым начальником не удалось, он уже приступил к исполнению своих обязанностей в студии. Кирилл, еще один вопрос. Есть какие-то новости из зала суда, где избирают меру пресечения задержанным полицейским? Да, Наталья, в данный момент продолжается судебное заседание. Коллеги из зала суда сообщают, второй подозреваемый полицейский дает такие же показания, как и первый. Хоменко говорит, что полицейские надели на наручники на Цукермана уже после того, как стреляли. Также он добавил, что еще один подозреваемый полицейский Денис Ляхвинский после того, как выстрелил, подошел и бил дубинкой лежачего Цукермана. Адвокаты Хоменко заявили в суде, что тот прошел через АТО участник боевых действий на Донбассе. Но также стало известно о том, что главный подозреваемый признает, что он превысил свои должностные полномочия, но не признает, что стрельба по Александру Цукерману это было умышленное убийство. студия. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин с подробностями трагедии в Кривом озере. На этом сегодня все. Следите за развитием событий на нашем сайте, подробности UA. И до встречи завтра.